Здравствуйте! Это программа «Лицом к городу» еженедельно по воскресеньям. В этой студии мы встречаемся с первыми лицами Рязани и обсуждаем самые актуальные и насущные городские вопросы и проблемы. Сегодня вместе с нами заместитель главы администрации Рязани Лариса Крахалева. Лариса Анатольевна, здравствуйте! Добрый день, Евгений Владимирович! И сегодня обсудим вопросы социальной сферы. Давайте попробуем подвести, наверное, некоторые итоги 2013 года. Если в целом по социальной сфере подводить это никакого эфирного времени не хватит, я бы хотел сосредоточиться на проблеме, которая была обозначена в майских указах президента страны Владимира Владимировича Путина. Это проблема ликвидации очереди в детские сады. Проблема актуальна, безусловно, для, наверное, каждого субъекта Российской Федерации. Рязань, Рязанская область здесь не исключение. Что делают городские власти и что удалось сделать в рамках 2013 года? Ну, я надеюсь, что указ президента мы выполним. Мы выполним, наверное, раньше 2016 года. На сегодняшний день в городе Рязани 114 садов работает. В них более 21 тысячи воспитанников. Дефицит мест составляет 852. Мы сократились по сравнению с прошлым годом на много. За прошедший год смогли полностью построить и ввести два новых сада. Это 23-й Новорошиловке и 25-й Зубково-18Г. Мы вернули здание в муниципальную собственность и полностью его реконструировали. Сделали капитальный ремонт. Надстроили третий этаж на 268 мест. 25-й сад запустили. Помимо этого, надстроили третий этаж и сделали полностью капитальный ремонт, реконструкцию в двух садах на Московском шоссе, где напряженность большая с получением места в детском саду. Это 115-й сад и 128-й. Это по 100 мест дополнительных. И в результате 600 мест в прошлом году мы смогли ввести. Это много для города. В любом случае, за 2014 год, я думаю, что мы решим проблему. 1 января 2015 года очередь для трехтлеток в городе существовать не будет. И все желающие попасть в детский сад смогут это сделать. На сегодня строятся два детских сада. Вернее, уже заканчивается строительство. С января начали записывать желающих посещать эти сады. Это сад на 200 мест в Кольном, номер 26, и сад номер 27 в ДПР-5 в микрорайоне, строящемся Дашково-Песочне, на 240 мест. Я должна сказать, что благодаря участию федерального, регионального бюджетов, конечно, эти вещи удается сделать, потому что деньги колоссальные, большие на строительство садов. И благодаря, наверное, активности Олега Ивановича в регион пришли эти средства. И городу выпала значительная часть от того, что получила область. Во всяком случае, два детских сада для нас стали реальностью. Сейчас поступление новых средств пришло из федерального бюджета. Вот на этой и следующей неделе идет распределение этих средств, конечно, как и на область, потому что в области тоже дефицит мест нужно ликвидировать, так и на город. Я надеемся, что нам это удастся. Буквально перед Новым годом нам удалось вернуть новое здание, еще одно здание бывшего детского сада 111. У Ростелекома мы смогли забрать это помещение на улице Горького. Это центр города, где тоже большой дефицит мест. И сейчас начинаем реконструкцию этого детского сада, как я сказала, с участием федерального, регионального и муниципального бюджета. И летом этот детский сад новый тоже распахнет свои двери для детей, проживающих в центре города. Делается много. Я надеюсь, что проблему мы решим. Лариса Анатольевна, вот наши коллеги, тележурналисты, на самом деле, меня тут подтолкнули к одному очень интересному открытию. Я тут совершенно случайно для себя узнал, что практически в каждом рязанском детском садике есть, что называется, своя такая фишка. Изюминка. Я, да, подтолкнул к этому репортаж в одном из рязанских детских садов, где дети регулярно проходят процедуру закаливания, ходят по снегу, обливаются холодной водой. Даже вот на этой морозной неделе, по-моему, это не прекращалось. Это приветствуется и родителями, и, скажем так, медиками. Ну, я вот решил далеко, что называется, не ходить. 118-й сад. Да, я решил далеко не ходить и, что называется, копнуть в том избирательном округе, где сам избирался на выборах депутатов Рязанской городской думы и попросил своих коллег, журналистов, сидеть в 158-й детский садик в Канищево, а там, оказывается, есть детский театр. Да, сейчас вот посмотрим этот репортаж. Удивительное рядом, что называется. Очень хорошие вещи, о которых мы просто не знаем. Театр, как известно, начинается с вешалки. Артисты этого театра до вешалок даже не достают. Всем им нет и 7 лет. Под уже более 15 лет в детском саду номер 154 существует театр сказка. Вообще здесь дети раскрепощаются. Это самый короткий путь раскрепощения. Они выходят первый раз на сцену. Мы видим, какие они артистичные. Выявляем, здесь таланты бывают. Красивые костюмы, самые настоящие декорации, место, где царит сказочная волшебная атмосфера. Сами дети с удовольствием постигают театральное искусство, хотя, кто такой Станиславский, пока не знают. Как тебя зовут? Алиса. Нравится тебе в театре? Да, очень. А кем в спектакле будешь? Королевой. Давно в театре занимаетесь? Ну да. Ну да. А кем хотите стать? Я художником. А я брикмахером. А костюм кого на тебя? Ворона. В театре нравится? А кто такой дядя Станиславский, знаешь? Как известно, один в поле не воин, а увлеченных людей много. Музыкальный руководитель, воспитатели, логопеды и даже преподаватель физкультуры все принимают участие в создании волшебства. Конечно же, в такой садик детишки ходят с удовольствием, становятся более общительными, открытыми и коммуникабельными, а разнообразные афиши спектаклей не только расширяют кругозор и развивают память, но и заставляют гореть глаза. Вот такой вот репортаж, такой вот замечательный детский театр, ну действительно у нас в каждом саду своя изюминка. Конечно. В 158-м саду, это уникальный сад, на мой взгляд, это центр развития ребенка, в 158-м саду этот театр существует более 10 лет. Надо сказать, что в спектаклях участвуют как дети, так и взрослые, и воспитатели, и младшие, обслуживающие персонал детского сада, и родители тоже являются участниками спектаклей. И эта постоянная работа позволяет, в общем-то, детям, конечно, развиваться. Надо сказать, что в 158-м саду у нас первый в городе открылся компьютерный класс для детей дошкольников. Очень интересная работа по развитию деток идет. В 158-м саду свой бассейн, закаливание сауна, которую посещают дети. Не знаю, многие ли знают, что у нас бассейны в семи садах города. Конечно, это очень трудоемко, содержание бассейна. Мало того, эта проблема очень и по вложениям большая, но все равно все новые сады, которые мы строим, все строим с бассейнами, для того, чтобы дети могли посещать их. Ну, а 158-й – педагогический коллектив «Месяц Натальи Дмитриевны» – это удивительные люди, энтузиасты, которые любят свой сад и считают, наверное, его первым дома. Вы даже по сравнению со своей семьей. Но вы в этом убедились. Да. Вы знаете, на самом деле, наверное, нет худа без добра. Те низкие зарплаты, которые были у воспитателей детских садов, у нянечек, наверное, они провели такой некий фильтр. И вот в детских садах, в дошкольных учреждениях остались действительно только люди, преданные своему делу. И вот сейчас, когда их зарплаты начинают немножечко, понемножечку расти, мы можем констатировать тот факт, что случайных людей в этой сфере просто не осталось. Ну да. В сфере образования вообще, наверное, случайные люди – это большая редкость. Потому что если не любишь детей, не сможешь работать. Детский сад, школа или спортивная школа, учреждения дополнительного образования – это всегда дети. А с детьми работать и не любить их, ну, наверное, нельзя или невозможно. Это мучение и для взрослого, и для ребенка, конечно. Возвращаясь к тем фишкам, которые есть в наших детских садах, это, наверное, достоин того, чтобы это показывать по телевидению. Вот есть сады, где дети обливаются водой и закаливаются. Есть сады, где дети играют в театре. Вот предлагаю такой совместный проект между администрацией городом и телеканалом города. Давайте будем показывать детские сады. Вы нас будете направлять, и мы будем показывать фишки рязанских детских садов. Конечно, с удовольствием. Тем более, что в каждом саду есть какая-то своя изюминка, свое особое направление. 112-й сад, допустим, это фольклор. Очень во многих садах вопрос о оздоровлении. 154-й сад рядом со 158-м, через дорогу, тоже театр. Театральный коллектив существует в 154-м очень давно. Очень много садов у нас, которые занимаются проблемами детей, имеющими, так скажем, недостаточное здоровье. И есть сады, направленные на определенные услуги. Допустим, для детей с нарушением зрения 120-й сад, для детей с нарушением слуха 65-й сад. Очень много садов, которые занимаются проблемами опорно-двигательного аппарата. Это очень большая проблема. Много садов, которые занимаются проблемами развития речи на сегодняшний день. Это тоже проблема, и она достаточно остро стоит. Ну что ж, давайте сделаем такой проект, и я думаю, будет интересно горожанам. Спасибо, я в этом просто уверен. Ну и вот сегодня у нас 2 февраля, ну, наверное, в этот день, в день Всероссийской лыжни России, наверное, неправильно будет не обсудить тему спорта, тему предстоящей Олимпиады, до которой остались уже, наверное, даже не дни, а часы. И, Александр Анатольевич, скажите, в Рязани дыхание Сочинской Олимпиады будет чувствоваться? Что для этого городские власти собираются сделать? Ну, вы знаете, во-первых, живут Олимпиады, наверное, все люди нашей страны, потому что это событие, к которому мы шли много-много лет. Это событие историческое. Надо сказать, что дошкольники проводят малые Олимпийские игры. И в детских садах они почти во всех состоятся. Как раз они открываются в то же время, когда будет проходить Олимпиада. Малышня тоже будет участвовать, соревноваться и показывать свои способности. В школах проходят тоже Олимпиады, проходят соревнования. В частности, сейчас реализуется в городе проект «Минифутбол в школу». И проект этот массовый, подключающий большое число детей к занятиям спортом. Я должна сказать, что в спорте нам тоже удалось в 2013-м добиться достаточно больших результатов. Я не говорю о результатах конкретных людей, а в целом по городу. Ведь массовость в первую очередь. И спорт как профессиональный вид деятельности – это одно и другое совершенно. Спорт оздоровления, спорт занятия детей в свободное время от учебы – это очень много. В этом году, если по цифрам судить, смотреть, мы с 14% занимающихся спортом поднялись до 23%. Я считаю, это очень много. Это дополнительные возможности для занятий. Мы открыли в преддверии Олимпиады шахматный клуб. 13 лет он квартировал на территории Дворца молодежи. И, наконец, получили собственное помещение. Два зала сделаны, третий сейчас в ремонте. И по весне еще один, четвертый зал откроется. Очень много шахматистов собирается, детей, взрослых. Шахматисты – это особая категория людей. Интеллектуальный спорт. Конечно, это интеллектуальный спорт. Поэтому для меня это большая радость, что мы предоставили такую возможность, и что люди могут в любое время дня заниматься своим любимым делом, занятием. Как взрослые, так и дети. Сейчас передается помещение школе Юпитер под борьбу самбо. Дополнительно большой зал делаем для борьбы. Два тренажерных зала на Политаева. Это возможность детям рощ заниматься приближенно к месту жительства. Это тоже очень много. К первому сентября открыли самый большой в городе игровой зал на Коширино, дом 1. И все игровые виды спорта имеют возможность теперь проводить соревнования. И это тоже радует. То есть это возможность дать всем желающим заниматься спортом так, как он хочет, и там, где он хочет. И еще планы у нас вперед идущие. Я надеюсь, что повышенный интерес к Олимпиаде, он будет ощущаться в каждом образовательном учреждении. Предполагается, что будут просмотры Олимпиады во всех образовательных учреждениях, помимо тех соревнований, которые будут проходить там. Ну что же, я благодарю вас. Спасибо, Лариса Анатольевна, что сегодня в День лыжни России нашли время и приехали к нам в студию. Это была программа «Лицом к городу». У нас в гостях сегодня заместитель главы администрации Рязани по социальной сфере Лариса Кархалева. Я прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Увидимся на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова